Игорь Петренко присоединяется к нашему эфиру. Игорь, приветствую вас. Приветствую вас. Игорь, ну правда ради стоит сказать, что издание Бильд неоднократно было замечено в неправильной интерпретации той или иной ситуации или той или иной информации, которая поступает в их редакцию. Посему возникает резонный вопрос. А на самом деле, как сейчас обстоят дела в взаимоотношениях между Германией и Украиной, в частности, в контексте предоставляемой Германии военной помощи нашей стране? Ну, если вспомнить последнее выступление Олафа Шольца, то он был очень критичен по отношению, скажем, к Российской Федерации и полон решимости в поддержке, скажем, Украине. Да, пока это не конвертировалось в предоставление Украине Таурусов. Но учитывая то, что Германия в этом вопросе смотрела на Соединенные Штаты Америки, они уже передали Атакамсы, по крайней мере, первую, скажем, партию, пробную такую, то я думаю, что следует ожидать и, скажем, предоставления со стороны Германии соответствующей, скажем, поддержки. В целом, эволюция отношения к войне в Украине и Германии и эволюция в отношении поддержки Украины, она налицо. Да, это был сложный такой путь, который приходилось проходить, скажем, Германии и самому Шольцу, поскольку мы знаем, что связанность интересов Германии и Российской Федерации, она достаточно высока была, это вопрос энергетической зависимости и так далее. Но чем больше времени, скажем, проходит, тем более Германия становится более жесткой по отношению к Российской Федерации и, скажем, более мягко в отношении поддержки Украины. Уже известно, что завтра Германия объявит о новом пакете военной помощи Украины в 1,3 миллиарда, если я не ошибаюсь, евро. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня сделал такой интересный анонс, он сказал, что многие завтра будут приятно удивлены новостями из Германии. Но, согласитесь, приятно удивить нас могут только Таурусы. Как вы считаете, возможно ли, что уже завтра мы об этом услышим? Или Олафу Шольцу нужно чуть больше времени, чтобы в вопросе передачи Таурусов поступить в связке, как это было с Абрамсами, с Соединенными Штатами Америки? Ну, это было бы идеально, да, если бы передали Таурусы, еще и в достаточном количестве. Но я думаю, что речь может идти тоже о предоставлении патриотов, поскольку мы сейчас заходим в отопительный сезон, прекрасно понимаем, как может действовать Российская Федерация, продолжать свой энергетический геноцид Украины. Поэтому, возможно, речь идет как раз о системах ППО. Германия предоставляла Украине гепарды и патриоты, и мы понимаем, что у нас, скажем, много большие потребности, нежели мы имеем на сегодняшний день. Но Таурусы тоже могут быть. Опять же, мне кажется, что ключевым для Германии это было то, чтобы не быть первыми. Хотя они бы и не были первыми, да, поскольку Британия и Франция уже поставили в Украине схожее, скажем, вооружение, но, наверное, им важно было быть не первее, нежели Соединенные Штаты Америки. Это сделают. Вот, поэтому вероятность есть, но также, опять же, речь может идти и о системах ППО, тем более, что президент Украины, он делал сейчас акцент именно на это, нашей способности, да, скажем, максимально закрыть небо от того, чем любит заниматься Российская Федерация. Игорь, есть в Европе одно государство с четко выраженной пророссийской политикой. Ну, во всяком случае, в заявлениях премьера этого государства, Виктора Орбана, всегда звучит, ну, если не пророссийская риторика, то вообще темники российских пропагандистов. Это то, что... Примените, лидера Турции, да? Что, что я... По мнению Трампа. По мнению Трампа, да. Да, 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 по мнению Трампа это именно оно. Кстати, как Трамп четко обозначил место Орбана на международной арене, да? Да, да, в соседстве с Российской Федерацией. Да, 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 да. Там угредицу увидел. Игорь, скажите, пожалуйста, ну, то есть, это же государство, Венгрия, сейчас всячески ставит палки в колеса процессу предоставления военной помощи Украине. Почему? Вот конкретно сейчас какие цели Орбан преследует? Ну, если конкретно сейчас, то ответ очень прост. Ему важно, чтобы сняли санкции с ОТБ банка венгерского. И не просто сняли, а дали гарантии, что они не наложат санкции опять. Вот и все. Ну, то есть, если в конкретном этом случае. В целом, поведение Орбана, оно... Такое, да, с одной стороны, это и рыбок, рыбку съесть и косточкой не подавиться в отношениях с Российской Федерацией. То есть, попытаться выторговать все, что еще может дать Российская Федерация. Это вопрос энергоресурсов, но и не только. Это вопрос еще теневой кассы, которая нужна Орбану для того, чтобы он мог спонсировать свой режим. Следующий момент состоит в том, что Орбан пытается выдавливать максимально, что он может, с Европейского Союза по разным вопросам. Это в отношении финансирования, определенных грантовых программ, доступа до фондов Европейского Союза, увеличения ассигнований, которые он получает со стороны Европейского Союза. Мы когда-то с вами уже говорили, что Венгрия, по-моему, вторая страна за количеством выделяемых денег, предоставляемых со стороны Европейского Союза, этому государству. Поэтому он этим и занимается. Любой вопрос Украины сейчас очень удобно с точки зрения и заигрывания с Российской Федерацией, и с точки зрения элементарного шантажа для Европейского Союза. Да, Европейский Союз уже не такой, как был ранее в отношениях с Венгрией. То есть если раньше они всячески пытались как раз работать пряником и идти на уступки с Венгрией, то сейчас они больше работают кнутом, прикручивают краник в предоставление соответствующих финансовых возможностей для Венгрии. Но Орбан тоже хитрый. Он пытается, скажем, играть в такой шантаж, в тех моментах, когда нужно, скажем, быстрое решение, ну или где он может рассчитывать, скажем, на какую-то уступку в связи с, ну скажем, там или сложностью самого решения, да, или вот тем, что это решение очень горячее, быстрое, и легче тут, знаете, дать ему то, что он хочет, нежели объяснить, почему нет. Но играет Орбан с Европейским Союзом очень грубо в последнее время. Он даже перегибает палку. Его последнее заявление о том, что Брюссель использует против Венгрии, методы, напоминающие о временах советского правления. Ну, это не самое худшее, что мы слышали с Уст-Орбана, на самом деле. Вот, он много о чем говорит, много каких тем он пытается, скажем, закидывать. Но это, смотрите, это просто очень показатель имитационной демократии режима, который создал Виктор Орбан у себя, скажем, в Венгрии. Для него плохой звоночек — это выборы в Польше, которые прошли. И он, ну, скажем, давно бы уже скатился в очень, скажем, плохую сторону, если бы не желание венгров оставаться в Европейском Союзе. В первую очередь, да, оно жизнится на, скажем, экономических интересах. Вот, но здесь ему приходится находить какой-то, скажем, вот компромисс. Ну, я думаю, что будет очень много потраченных усилий в том, чтобы попытаться, скажем, создать альтернативу Орбану и ее поддержать в следующем электоральном цикле. Поскольку, ну, действительно, эта грубая очень игра Орбана с Европейским Союзом, она очень кому уже стоит поперек горла. И постоянно идет дискуссия о том, как бы влиять на такие страны, как, скажем, Венгрия. Ну, и ищутся, подбираются определенные ключики. И здесь все-таки должен быть, наверное, жесткий ответ. Но, учитывая то, что Европейский Союз сейчас менее заинтересован в том, чтобы, ну, скажем, раскалывать, да, чтобы раскалывать, раскалываться, да, или создавать какие-то вот такие темы, вот это единение, которое сейчас есть, пытается сохранить. Поэтому и, я думаю, сдерживаются они в отношении жесткости к Орбану. Если вы же помните, много дискуссий было о том, что вот систему принятия решений в Европейском Союзе, наверное, стоит как-то пересмотреть, да, вопрос. Консенсусное, конечно, принятие решений — это очень хорошо. Но, когда есть такие страны, как Венгрия, то, возможно, можно подумать и о квалифицированном, скажем, большинстве, которое будет принимать решения. И, ну, в целом, скажем, ужесточение подходов в отношении деструктивных, скажем, таких вот элементов, которые могут существовать в Европейском Союзе. Ну, здесь, безусловно, опять же, растяжка. Есть же, в принципе, там, демократия и всего остального. Но либеральная демократия, да, которая является, скажем, основой тоже Европейского Союза. Ну, в Венгрии точно далеко не либеральная демократия. И вряд ли в ближайшее время ее станет. Поэтому, да, это достаточно сложно. Но мне кажется, что Орбан, он все-таки здесь больше играет себе в минус. И чем больше он будет так себя вести в отношении с Европейским Союзом, и чем более жестко будет исчезать Европейский Союз, тем, наверное, он все-таки будет быстрее терять и поддержку внутри, скажем, своей страны. Поскольку, опять же, все соцопросы четко показывают, что Венгрия, они точно не хотят выходить из Европейского Союза, хотят оставаться частью, скажем, этой организации. А с такой риторикой, как сейчас у Орбана, ну, тут ему как-то будет очень сложно играть в эту игру достаточно долго. Слушайте, но Орбан за что боролся, на то и напоролся. Мы говорим сейчас с вами об ужесточении риторики в ответ на заявление Орбана. И вот эта жесткая риторика уже звучит. Глава дипломатии ЕС Жозеппе Боррель прокомментировал слова Орбана следующим образом. «Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне, квартирой Еврокомиссии. Я не видел ни одного танка там. Никто не обязывает Венгрию быть членом Европейского Союза», отметил Боррель. Да, это удар ниже пояса. И это очень хорошо, правильно. Поскольку, опять же говорю, и все это прекрасно понимают, и очевидно, что и Европейская комиссия, и в целом европейские руководящие органы, они тоже прекрасно знают эту ситуацию и ту растяжку, которая есть. Не так давно Орбан пытался заигрывать с темой такого усиленного евроскептицизма на грани, скажем, выхода. Он пытался тоже закидывать эти идеи через свои средства массовой информации, через ручных политтехнологов. И это был очень жесткий ответ со стороны, скажем, венгров. Поэтому, наверное, нужно нащупывать такие болевые точки и пытаться по ним точечно бить. И это будет, опять же, шатать стул под Орбаном, который, мне кажется, уже очень сильно засиделся в статусе премьер-министра. Ну и в целом человек, который, скажем, принимает решение в Венгрии. Поэтому над этим нужно точно поработать. Ну, глава европейской дипломатии, просто дополню, он передал привет не только Орбану, но и Владимиру Путину сегодня вечером. Цитата. «Мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе». Слова Жозепа Борреля. Что подтверждает только, что Европейский Союз будет с нами, как и Соединенные Штаты и другие наши западные партнеры до конца. А нарративы Российской Федерации, которые нас распространяют по всему миру об усталости цивилизованного Запада от Украины и войны, развязанной Путиным, это все обернулось ничьим даром проделанная работа. Спасибо вам огромное за этот разговор. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенная Украина, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим.